Всем привет! Цель сегодняшнего ролика будет посвящена оптимизации и стилизации рабочего стола операционной системы Windows, в данном случае 10 модели. То есть я хочу рассказать вам, как можно украсить операционную систему под себя для комфортной и уютной работы. Делать мы это будем стандартными средствами настроек Windows, а также сторонними методами. Я не буду затягивать время лишними вступительными словами и сразу приступлю к настройке. И первый пункт, который мы с вами выполним, это настройка стандартными средствами Windows. Давайте для начала настроим рабочий стол. Нажимаем правой кнопкой мыши на рабочем столе, выбираем персонализация. Далее выбираем цвета. И здесь мы можем выбрать тип темы. Будет она у вас светлая, либо же темная. Все это, конечно же, на ваше усмотрение. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Также выбираем режим приложений, то есть режим окон. Темный или светлый. Допустим, меня устраивает сама тема темная, а тип окон светлый. Как сделаете вы, это уже зависит от вас. Эффект прозрачности оставляем. Далее выбираем цвет фона. У меня стоит синий. Можно поставить любой, который вам нравится. Цвет, который вы установите, можно будет заметить в различных аспектах. Например, наводя на меню пуск, можно видеть, что он теперь красный. А также посвечиваются различные иконки на панели задачи также красным цветом. Далее мы можем выбрать, где использовать данный цвет. Например, меню пуск. И на панели задачи. Как видите, панель задачи немножечко изменила оттенок. Так же, как и меню пуск. Далее переходим в пункт темы. Опускаемся ниже. Нас интересуют параметры значков рабочего стола. Здесь мы можем выбрать, что будет отображаться на рабочем столе. Так как я минималист, я всегда оставляю лишь корзину. Хотя можно ее убрать. Кому-то может понадобиться компьютер и так далее. Нажимаем применить. Следующий пункт, который нас интересует, это пуск. Мы также можем настроить пуск под себя. Можем выбрать показать больше плиток в меню пуск. Отключить показ приложения в меню пуск. Я этого не делаю, потому что мне это комфортно. Но так мы можем это отключить. Например, вот так. И у нас останется только плитка. Что, кстати, выглядит даже очень интересно. Здесь у нас все. Переходим в панель задач. Что я здесь ставлю для себя? Это все я пропускаю и оставляю здесь использовать маленькие значки. Кому-то может быть это неудобно. Но, на мой взгляд, это более компактно и красиво смотрится. Далее здесь же мы можем выбрать, где будет находиться панель задач. Возможно, кому-то она будет удобна сверху. Но мне она удобна снизу. В принципе, как и многим из вас. Как говорится, старые привычки. Далее я устанавливаю всегда скрывать, группировать метки. На мой взгляд, так более удобно. Чтобы здесь не иметь огромное количество записей, которые потом вас ведут в заблуждение. Далее нас интересует выбор значков, отображаемых на панели задач. Все значки, которые вас интересуют, мы можем включить или же отключить. Я оставляю самые основные, которые дают мне информацию о сети, о громкости. Ну, в принципе, и все. Можно еще включить микрофон. Остальные значки я просто скрываю. Теперь давайте немножечко изменим меню пуск. Открываем пуск. Мы можем его увеличивать. Либо же уменьшать. На ваше усмотрение. Можно сделать его совсем маленьким, либо достаточно большим. Все зависит от ваших пожеланий. Я оставляю примерно его вот так. Также мы можем все эти значки сделать более мелкими. Здесь опять все же зависит от вашего вкуса. Мне, допустим, устраивают они среднего размера. Следующий вопрос, который вас, возможно, заинтересует. Как добавить иконки в меню пуск? Делается это различными способами. Самый простейший из них я покажу на примере стима и игры киберпанк. Нажимаем правой кнопкой мыши на игре. Управление. Посмотреть локальные файлы. Находим здесь ярлык запуска киберпанка. Правой кнопкой мыши. И ищем здесь закрепить на начальном экране. Нажимаем. После чего она появится в меню пуск. Итак, мы добавляем сюда ровно такое количество приложений, которое вам необходимо. Далее давайте перейдем к настройке панели задач. Как видите, я уже убрал отсюда все лишнее. То есть у меня здесь только свернутый значок поиска. На самом деле он бывает и развернутый. Можно его вообще скрыть. Также я убрал кнопку картана, просмотра задач и все-все-все-все лишние кнопки. Далее, когда мы убрали все лишние иконки, которые мы не пользуемся с панели задач, делаем следующее. Добавляем все необходимые ярлыки на нашу панель. Далее давайте исправим стандартную ситуацию с этими иконками, которые всегда находятся у нас слева, и переместим их куда-нибудь вправо или по центру. Делается это очень просто. Нажимаем правой кнопкой мыши на панели задач, переходим в панели и выбираем ссылки. Также далее убираем галочку «Закрепить панели задач», тянем ссылки перед нашими иконками, они у нас смещаются вправо. Перетягиваем на нужное нам место. Мне нравится, когда они по центру. Далее убираем «Показать заголовок» и «Показать подписи», чтобы не было никаких подписей снизу. И выбираем «Закрепить панель задач». После чего получаем вот такой вот результат. Хочу вам показать еще один эффективный способ добавления иконок на панель задач. Для этого переходим в проводник, выбираем какую-нибудь папку, которую вы в принципе не пользуетесь, там например в документах. Создаем здесь новую папку, называем ее, к примеру, меню, можете назвать ее как угодно. Переходим в эту папку и перетаскиваем туда все необходимые нам программы. Точнее создаем в ней ярлыки. Далее закрываем, переходим на панель задач правой кнопкой мыши, панели, создать панель инструментов и выбираем нашу папку, меню, выбор папки. После чего справа появилась наша панель. Ее также можно перетащить. Убираем «Закрепить панель задач» и тащим туда, где нам кажется это будет удобно. Например, сюда. Далее именно за этой панелью, не перед ней, а за ней нажимаем правую кнопку мыши и убираем тоже здесь «Показать заголовок» и «Показать подписи». После чего нажимаем «Закрепить панель задач». И теперь у нас получается вот такая интересная панелька задач. Если, допустим, вам не нужна вот эта вот лишняя панель, просто-напросто берем, нажимаем «Панели» и убираем галочку с меню. Далее, что мы еще могли бы сделать, это заменить иконки на более интересные. Для этого находим какой-нибудь сайт, например, Icons8, на него я оставлю ссылочку в описании. И здесь мы можем подобрать себе необходимые иконки. Делаем следующим образом. В общем, находим здесь нужную иконку, нажимаем на нее, «Скачать». Выбираем «ПНЖ» и «Размер», ну пускай будет так, «Скачать». После чего открываем конвертер, ссылочки все будут в описании. Загружаем иконку в конвертер. После конвертирования скачиваем ее. Далее, когда иконка у нас уже в руках, делаем следующее. Нажимаем на необходимую иконку, дополнительно, перейти к расположению файлов. Если вы это делаете из меню «Пуск» на рабочем столе, можно сразу это делать. Нажимаем «Свойства», «Сменить значок», «Обзор». Ищем, где у нас наша иконка, выбираем ее. Она обязательно должна иметь разрешение ICO. Нажимаем «Открыть», после чего иконка у нас изменится. Далее, перетягиваем ее на нашу панель задач. И вот, что мы теперь имеем. Конечно же, в моем случае черное на черном не смотрится, но я вам просто показываю пример. Итак, все-таки нашел пак красивых иконок, а не то, что я сюда засунул. Вот они, несколько штук. Сейчас их применим к нашей панели задач. Ну вот, получилось как-то так. Все равно, конечно, это будет лучше смотреться на белом фоне. Но теперь предлагаю оформить именно рабочий стол, а именно его заставку. Конечно же, хочется сделать это очень интересно и уникально. Именно поэтому нам понадобится приложение. Знаю, что вам это не понравилось. Но факт есть факт. Хорошее приложение стоит денег, и поэтому нам придется купить wallpaper engine. Он стоит достаточно недорого, поэтому всем доступен. На вопрос, где взять пиратку, я вам сразу скажу, не знаю. Потому что я пиратками не пользуюсь и вам не рекомендую. В принципе, wallpaper engine вам будет необходима, если вы используете анимированные обои. Если же они у вас статические, то можно просто-напросто найти любую картинку в интернете и само собой ее установить. Я ни в коем случае вам не открываю в этом Америку. Запускаем wallpaper. Далее все просто. Нажимаем рекомендации или мастерская. Ищем здесь подходящие нам обои. Нажимаем на них и нажимаем подписаться. После чего будет произведена загрузка на ваш компьютер. Ну и само собой они сразу же применятся. Нажимаем ОК. Хочу сразу же оповестить людей, которые имеют слабый ПК, что эта приблуда будет пожирать у вас нормальное количество вашей видеопамяти. Что плохо скажется на производительности компьютера. Конечно же она будет пожирать только когда вы на рабочем столе. Запуская игры она будет уходить как бы в спящий режим, фоновый. Но все же я именно от этого отказался. Потому что мне лишние растраты видеопамяти ни к чему. И еще один способ немного комфортнее для себя сделать операционную систему. Это заменить курсор. Для этого нам понадобится сам курсор или набор с курсорами. Ссылочку на сайт оставлю в описании. Скачиваем курсоры. Затем разархивируем их. Далее переходим в персонализацию. Выбираем темы. Курсор мыши. Выбираем какой именно курсор мы хотим заменить. Допустим основной режим. Обзор. Переходим в папочку с нашими курсорами. И выбираем курсор. Нажимаем открыть. И применить. После чего мы имеем вот такой замечательный интересный курсор. Если вам не понравился он, можем всегда вернуться обратно. По умолчанию. Ну и на этом я хочу закончить. Надеюсь, что данное видео позволит вам усовершенствовать свой рабочий стол. Построить операционную систему под себя. Всем спасибо. Всего хорошего. Спасибо.